Петр Клевак полковник в отставке. В свои 76 лет мужчина чувствует себя отлично. Говорит, активный образ жизни и регулярная вакцинация позволяют сохранять здоровье и бодрость духа в почтенные годы. Когда меня молодые спрашивают, говорят, да, закурить? Я ему говорю, ребята, я не курю и вам не советую. А в данном случае я вот чувствую, что это нужное дело, и поэтому я иду и прививаюсь каждый год. Я считаю, что это важно. Я прививаюсь постоянно, уже минимум 10 лет в этой поликлинике, чувствую себя нормально и ни разу не болел гриппом. Перед вакцинацией врачи проверяют состояние здоровья. Основные противопоказания – аллергия на куриный белок, обострение хронических заболеваний, простуда и повышенная температура. Если все в порядке, то делают прививку. Иммунитет сформируется через две недели. Это, во-первых, сохраняет здоровье в эпидемический период и в межэпидемический период. Во-вторых, это сохраняет трудовые ресурсы, тем самым человек избегает больничного листа, каких-либо осложнений, стационарного лечения и так далее, вплоть до летальных исходов. Потому что иногда банальный ОРЗ или грипп может закончиться вирусной пневмонией, и вирусной пневмонии, они бывают очень страшные, агрессивные, тяжелые, вплоть до летального исхода. Случаи гриппа в области пока не зарегистрированы, но профилактика необходима. Еще в середине августа в регион поступило более 240 тысяч доз вакцины. На сегодняшний момент где-то 75% детской вакцины использовано и такое же количество взрослой вакцины. Но у населения еще есть возможность получить вакцинацию, то есть в области еще остались остатки от первой партии вакцины. А следующую партию мы ожидаем где-то в первых числах октября. В первую очередь вакцинация необходима людям из так называемой группы риска. Это медработники, педагоги, водители общественного транспорта, пенсионеры и дети. Станислав Костиков, Сергей Дорохов, телеканал СЕИМ.